Такой спортивный велосипед Сергей хотел давно. Его друзья частенько совершают велопрогулки, и он мечтал к ним присоединиться. Поэтому мужчина обрадовался, выиграв двухколесного друга в розыгрыше от радиостанции Европа+. Сергей вспоминает, что кататься научился еще в детстве, в 7 лет. Папа меня научил кататься, то есть посадил меня в велосипед, сзади держал велик, то есть я ехал. Потом, когда повернулся, его уже не было, я ехал сам. Сергей пришел на вечеринку Ice Yeti Party от телеканала «Мой город». По зимнему оформленном зале 8-й проходной пара бигфутов и ведущие утреннего шоу на радиостанции Европа+. Проводили финал акции «Байка-хота». Мужчина решил поучаствовать, победил троих соперников и забрал заветный приз. Правда, для этого ему пришлось побегать на руках, постоять на велосипеде и поймать в шляпе заветную записку «Еду домой на велосипеде». Конкурс был очень простой, нужно было дозвониться в эфир, одолеть своего соперника и попасть в финал. Всего было три финалиста в эфире, и один определился здесь, в 8-й проходной. Можно было отвечать на вопросы в тематику игры, собственно, о велосипедах. Впрочем, удача улыбалась не только Сергею. Участники других конкурсов получали сертификаты на установку системы спутникового мониторинга «ГЛОНАСС» от партнера мероприятия компании «Азимут». Сегодня у нас состоялась отдельная вечеринка «Ети-патио» от телеканала «Мой город». Темой была выбрана снежная айс-вечеринка. Дело в том, что кузбасские ети настолько суровые, что не хотят отпускать холод, не хотят отпускать зиму, но в то же самое время они настолько дружелюбные, что подарили нам вместе с этим холодом эту прекрасную вечеринку. В следующий раз сфотографироваться с «Ети», получить призы от партнеров телеканала «Мой город» или просто весело провести время можно будет только в мае. Если вы еще не видели легендарного кузбасского снежного человека, то не упустите свой шанс. Анастасия Прокудина, Александрина Сесенко, Константин Алехин. Новости моего города.